Так, смотрим, корякин крамник. Вперед! И снова у нас, и снова у нас дедушка Ретти, плавно переходящий в дедушку Грюнфельда. Ну, они же жили в одно время, гиперматернизм, 20-е годы прошлого века. Ну, вот у нас симметричный Грюнфельд. Ну, что, сейчас лошадь на Е5 отправится, да? Лошадь на Е5, туда ее в качель, как говорили у нас в глубинке. Ну, что, Е6, да? Словно, Ф5. Нет, тут новые веяния, дорогие друзья, тут новые веяния. Я вспоминаю партию как раз корякин Андрейкин. Андрейкин вообще пешку на Е6 поставил, и слона на Е5 обрек фактически на гибель. Но, кстати, жертва фигуры тогда получилась уже очень удачной. Но в итоге Андрейкин проиграл ту ключевую партию. Не знаю, сейчас ферзь Б3, конечно, напрашивается, чтобы надавить. Нет, слон Е3 очень спокойно играет. Но это была такая приключенческая дуэль. Так, белый пока действует нарочито надежно. Разменности ты не бояться, потому что потом слон Ж2 вскрывается, будет давить на Д5 и на Б7. Ну, да, на Е6 сейчас С4 где-то можно заправить вот туда. Ах, вот оно что. О-о-о! Ну, вот это совсем сухонько, вы знаете. С точки зрения уравнения, крамник действует в высшей степени грамотно, но где после этого жизнь? Это будет похоже на лунную поверхность, да? Где кратеры, где нет атмосферы, где нет ни капельки воды и где нет никакой жизни, увы. Вот недавно, кстати, руководство НАСА, американского космического агентства, объявило, что на Марсе обнаружена жидкость. Якобы там какая-то жизнь может быть. Ну, марсианта там точно нет. Ну, а какую-нибудь бактерию, может быть, залетевшую из далекой галактики, если обнаружат, уже будет счастье. Ну, вот пытается вдохнуть жизнь в эту почти пустынную местность. Сергей Корякин, может, Конь f4 сейчас сыграем? Конь f4, ага, и вот после e6, вы знаете, сейчас черные сыграют e6, а что делать-то? Пешку d5 надо защищать. Тогда последует, наверное, f3 с идеей g4. Так-так, а что? Может быть, действительно есть жизнь на Марсе? Сейчас посмотрим. Вы знаете, лошади. Лошади – это то, что отличает живую позицию от скучной и сухой. Ладья c1, ага, ну, это профилактика. На всякий случай, если Конь a5, ну, вот здесь-то f3 точно можно сыграть, да, чтобы на Конь c4 слон на f2 ушел. И потом угрожает и e4, и g4. Да, Сережа, давай f3 сыграем. Вот, молодец, умница, молодчик, налетчик, да. Ну, сейчас g4 угрожает. Что делать слону-то с f5? Если g5, там Конь h5 еще последует. Проблема у черных. Думаю, что проблема у черных, то есть у Владимира Крамника. Так, по времени-то он держится молодцом, а вот по позиции есть трудность. А сейчас и e4 угрожает. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Конечно, на Конь c4 можно смотреть, любоваться, но вот слон на f5-то пребывает в беде. Знаете, как говорил классик? Одна фигура ставит плохо, вся партия ставит плохо. Так, слон h8. Ну, смотрите, слонов-то не отдают. Так, ну что, e4, f4. Я считаю, надо идти в драку. e4 на слон g6. А, g4, там на e4 провисало. Извиняюсь, f4 это был не вариант. Но белые водрузили Коня на h5. И на самом деле в пешечное наступление отправились. Но тем не менее у черных есть одно достижение. Слонов-то не сохранили. А слоны это все-таки сила. Ферзь a5. Ну что, пешку на a2 хочет обидеть Владимир Крамник. Но Сергей свою малышку в обиду не дает. И сейчас собирается где-то провести f3, f4. После чего тут закипит такой котел, бурлящий из фигур. Ну что, f4? А, нет, h4 тоже, кстати, неплохо. Подорвать и вскрыть. Ну вот опытный Блицор хороший. Он, знаете, он играет сериями. Иногда задумал какой-то ход. И потом иногда быстро вжиг. А вот думает, не взять ли ферзем на g5 Крамник. Кстати, идея. Кстати, идея. Потому что ферзь будет тут принимать активное участие в борьбе. Слон бьет h5. Вот интересно. Теперь ферзь бьет g5. Вот интересно, что теперь белым слонам будет трудно раскрутиться. Да, блестяще сыграл Крамник. Вы знаете, просто замечательно. Пешка на h5. Ага. Вот чтобы не отдать пешку на h5, пришлось подставить под бой пешку f4. А если взять ее? А если все-таки не побояться людской молвы и взять? Так. Белый слон с g2 неожиданно вырывается на волю. Что творится? Что творится в этом мире? В общем, все происходит молниеносно. Ну, кстати, на е-д слон. А если взять на d5? Давайте е-д слон, d5, ферзь g5 же шах. Ну, Крамник поверил своему сопернику. Как такому не поверить? Так. Как же теперь отпрыгнуть слоном с f2? Слон е1, это зевок ладина c1. Не входит в планы белых. Так, 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 так. Так, может быть, d6 как-то рвануть. Каким-то образом отвлечь черных. Ну, и слону открыть дорожечку. Ну, кстати, ходом е5 черный слон h8 к игре приспособили. Ну, можно, конечно, просто взять на е5. Тогда слон бьет е5. И на h2 куда-то понесутся черные вороны. Да, отлично сыграл Крамник. Ничего не скажешь. Вообще, мы видим игру мастеров высочайшего уровня. Да, нелегко, нелегко здесь. Но вот ладья cd1, чтобы слон отскочил на d4. Вот тоже хороший ход. Вот что не ход, то просто хочется восхищаться и, не знаю, в воздух чепчики бросать. По Грибоедову, да? Так, ладья е8. Может, тоже какое-то напряжение создать центры. И королю поле в 8 освободить. Ну, Володя сейчас что-то придумает. Хотя времечко-то у него мало. Смотрите, по времени молодой-то... Ну, вот ладья е8. Все правильно. Только надо было сделать это в 5 раз быстрее, чем сделал Крамник. Вот когда Анант был молодой, он делал такие ходы буквально за пару секунд. И как-то они у него сами собой находились. Белые слоны так и не могут выбраться из своих... Не знаю, может быть, вообще король h1, слон g1, слон h2 как-то так перестроится. Ну, ферзь d3. Ну, тоже ход как ход. Укрепил пункт d4. Пока вроде ничего страшного не просу. Ферзь d2. Меняться-то нельзя. Там без качества останемся. Ну что, ладья d1, наверное. Так, ферзь g3. Все-таки Сергей строит планы на королевском фланге. Ферзь g5. Владимир Борисович предлагает все-таки в эндшпель уходить. Кстати, можно перейти. Можно перейти. Взять на g5, взять на e5. И там слоны разбегутся, распрыгаются. Мне кажется, это боевой будет окончание. Ну, не знаю. Посмотрим, что придумает Корякин. Там конь d2 еще подграживает. Сергею нельзя. А что на конь d2-то, Сережа? А, там слон e3 будет. Какая хитрость. Вы посмотрите. Это ловушка. Так, взяли на e8. Ага, ага, так. И ферзь d7. Напали на ладью. Любопытно. Там еще, кстати, и пункт f7. Присматриваемся, знаете. Присматриваемся. Так, ладья d8. Ну, вот видите, на нападение отвечаем. И, кстати, я думаю, что Сережа-то мог зевнуть такую штуку. Ай-яй-яй-яй-яй. Напал на коня, а тот в ответ напал на ладью. И, вы знаете, не связывается ничего у белых. Сейчас еще черные на c3 возьмут. Получат подавляющую позицию. По той простой причине, что эта проходная будет безумно сильной. Ладья d1. dc. Да, тяжело у белых. Сейчас Крамник просто-напросто выиграет. Ну, вот видите как. Молодежь хочет обыграть ветеранов. А ветераны... Сейчас конь f3. Конь f3. Мат просто. Конь f3. Ёлки-палки, Володя. Конь f3 на короле f1, ферзь b5. Мат. А если король h1, то ферзь h5. Просто матовал в полтора хода. Ровно в полтора хода. Хотя он, собственно, все равно выиграет партию. Настолько подавляюще. Настолько подавляюще. Взял на b7. Вот сейчас на f3 уже нет этого мата. c2. Ну, тоже, кстати. Тоже, кстати. Ладья e1. Ну, конь f3, c1. Ну, там хотя бы качество. Качество, да? Какой-то ход сделал, да? Ага, c1 ферзь. Взяли конь f3. Слон бьет f3. Не знаю, мне казалось, что слон бьет f3. Надо играть. Ну, здесь еще какая-то суета есть, но легкая. Я думаю, что какие-то шансы на спасение у белых появились. Неожиданно. Так, ну, нервничает Володя. Очень нервничает. Я понимаю, что это, конечно, дело такое. Ну, что? Слон e3. Опа! Опа! Размен какой изящный. И на ферз e3, слон b4. И на ферзь, слон бьет.